Этот семинар мы назвали «Самосовершенствование», и я сейчас просто некоторые моменты самосовершенствования хочу описать. Дело в том, что существует пять психических структур, пять структур в нашем организме, куда проникает сознание. То есть сознание — это атрибут души, который идёт на то, чтобы контролировать разные проявления нашей жизни, нашего организма. И так как мы живём в материальном мире, поэтому существует у нас грубое материальное тело, которое состоит из того, что мы изучаем по анатомии, в том числе и нервная система относится к грубому материальному телу. Также в ведах описывается тонкое тело. В современной психологии и медицине только приходят к этому. Там изучают различные ректонные поля и так далее. Но это не моё открытие. Это открытие вент, оно произошло пять тысяч лет назад, о том, что существует, оно произошло, может быть, и раньше, но записано было пять тысяч лет назад, что существует тонкое строение человека. В аэробиде описывается порядка 500 тысяч надий, то есть психических каналов, которые объединяют между собой некоторые психические структуры. К ним относится ум, относится тонкое тело ума, тонкое тело разума. Сама психическая энергия, которая движется по нашему организму и даёт взаимодействие тонкого и грубого тела, делает эти взаимодействия. И эгоизм, чувство, собственно, достоинства, ощущение себя как личности человека. Это тоже связано с тонким телом. Самая тонкая психическая структура – это ощущение себя как личности. Она пронизывает всё, и даже грубое тело, пропитанное эгоизмом человека. Вот, и дальше разум, тонкое тело разума контролирует и тонкое, и грубое тело, и ум – это та структура, в которой фактически всё происходит. То есть ум контролирует весь организм, ум связан с нашей кармой, ум связан с нашим взаимодействием друг с другом и так далее. И если говорить о пяти структурах, то пять структур, которые контролируют сознание. Первая из них связана с грубым телом. Этот вид сознания, который контролирует грубое тело, называется пранамая. Он связан с другом телом, ой, называется анамая. То есть анна означает материя или пища там, вот в этом ключе. И для того, чтобы… То есть мы сейчас перечислим вот эти вот пять видов сознания, пять видов самоконтроля, и потом будем по ним двигаться вперёд. Значит, анамая, этот вид сознания связан с грубым телом. И начинает он развиваться, то есть сознание очень сильно активизируется, развивается в грубом теле уже с рождения. Когда ребёнок маленький, то он с позиции анамая, с позиции материи воспринимает мир. Поэтому надо ему всё попробовать, потому что, ну, он очень грубо воспринимает мир в этой связи. И ему надо всё попробовать в рот. То есть ребёнок как бы через чувство вкуса определяет, как жить. И ребёнок имеет только телесные потребности. То есть он живёт потребностями тела. Им надо спать, кушать и защиту иметь. То есть в этом заключается его жизнь. Потом, когда дальше он немножко подрастает, начиная с трёх лет, то есть постепенно он очень активизируется. Его подвижность возрастает. И сознание очень сильно проникает в психическую энергию. В результате, ну, следующий виток развития, то есть проникновение сознания в психическую энергию, приводит к тому, что ребёнок начинает очень сильно двигаться. И, вы знаете, маленькие дети, шустрые, шустрые, за ними невозможно успеть, особенно к шести-семи годам. Там просто не те скорости, которые у нас. Потому что идёт развитие психической энергии у детей. И они очень подвижные, практически не устают. То есть вот таким образом живут. Дальше, в тринадцатые годы начинается, сознание уходит в чувственную деятельность. Чувство — это атрибуты ума. Существует чувство слуха, чувство осязания, чувство зрения, чувство вкуса и чувство обоняния. Пять щупальцев ума. Они развиваются после тринадцати лет. Именно в них идёт как-то сознание очень сильное. И чувственная деятельность у детей в этом возрасте очень сильно развита. Поэтому они всё ранимо воспринимают этот мир. То есть им тяжело видеть, что происходит, тяжело слышать там и так далее. То есть у них в сознании идёт чувственную деятельность. Так сознание переходит на умственную платформу, которая называется манамайя. То есть сознание переходит в ум. И поэтому умственная деятельность означает мышление, означает чувственная деятельность, означает логика в какой-то степени, также означает запоминание, обучение в какой-то степени и так далее. То есть это всё умственная деятельность. И поэтому в этом возрасте дети очень эмоциональны, у них активен ум, они много размышляют. Раньше они бегали, играли в футбол, а сейчас они в этом возрасте начинают как-то общаться больше, потому что тоже нет умственной деятельности общения. Именно эмоциональное общение, не общение с целью постичь истину, а просто общение тусовочное такое, с целью почувствовать счастье от общения. Также различные виды творчества в это время развиваются у человека очень активно. То есть человек и до этого тоже все развивалось, но именно в этом возрасте сознание очень сильно уходит в умственную деятельность. Достигает полной силы как бы манамая 25-ти годам мужчин, 18-ти годам женщин. И дальше уже есть возможность развивать следующий уровень сознания, который называется Вигьяна Майя. Или сознание может идти в разум. То есть у человека начинает появляться целью, стремленность, серьезность жизни, попытка достичь понимания, что такое вера, кто такой Бог, что такое душа. Ну то есть более такие серьезные аспекты жизни. И следующий самый высокий уровень сознания, для которого не все люди достигают в жизни, называется Ананда Майя. Этот вид сознания человек может достигнуть только с помощью духовной практики. И духовной практикой может заниматься уже с детства, и результаты могут прийти в любое время. Есть святые, которые стали святыми уже в юности. Поэтому как бы это все зависит от развития личности. Самоконтроль начинается с того, что человек должен контролировать тело. То есть понимаете, проблема заключается в том, что в принципе главное нам хорошо научиться контролировать разум. Если мы сможем очистить разум, то все будет под контролем. Но проблема заключается в том, что разум означает сказал, сделал. То есть человек способный изменить себя. То есть у него появляются правильные привычки. Он может соблюдать обеты, он может понять, что такое смирение. Это все главное проявление разума. То есть силы разума. Смирение, твердость слова, соблюдение обетов, способность думать о цели, вера человека, способность достигать цели, решимость, то есть достижение цели. Это все проявление разума, функции разума. И для того, чтобы разум был сильным, для этого не всегда человек может сразу сделать сильным разумом. Некоторые люди, у которых это природно дано, они в принципе могут не обязательно начинать самоконтроль от тела. Им достаточно просто начать духовной практикой заниматься немедленно и просто с помощью молитвы они достигают всего. Однако же даже те люди, которые молятся и которые занимаются серьезной духовной практикой, они очень серьезно относятся к тому, чтобы тело не мешало им это делать. Потому что существуют определенные телесные функции, которые очень сильно влияют на сознание.